Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Марина Кабатюк и сегодня в нашей студии депутаты законодательного собрания Республики Карелия. Это представители фракции «Справедливая Россия». Ирина Петеляева, Алексей Гаврилов и Александр Федич. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тему нашей сегодняшней беседы я предлагаю обозначить одним словом – это земля. Я думаю, что этот вопрос важен не только для экономики Карелии, но и для людей в преддверии дачного сезона. Интересно тем, у кого есть дача, кто, может быть, собирается купить или арендовать участок земли. И предлагаю начать наш разговор с скандала, который разгорелся в начале этого года. Связан он с 306-м постановлением правительства Республики. Алексей, может, напомните телезрителям, вот в чем была его суть? Да, если говорить вкратце, то суть этого постановления была в тысячекратном увеличении арендной платы на землю. То есть, если у меня был небольшой участок земли, то, скажем, в 15 соток я платил за него 500 рублей в год, то, соответственно, математика здесь очень простая. Согласно постановлению, мы 500 рублей умножаем на 1000 и получаем ту круглую сумму, которую, скажем, обычный человек, обычный дачник, обычный арендатор земли должен был заплатить. Но это мы говорим про маленький кусочек земли в 15 соток. Если размер земли гектар и более, то вы сами можете посчитать, в какую копеечку выливается аренда земли. Естественно, мы, как депутаты ЗАГС Собрания, не могли остаться в стороне от решения этого вопроса. И поэтому наш коллега Александр Сергеевич Федичев, руководитель фракции, в очередной раз доказал... Ну вот я знаю, вы пошли в суд, да, вот чем оперировали там, как доказали неправомерность этого постановления? Ну, на самом деле, я напомню, что по действовавшему на 2012 год законодательству и начало этого года, полномочия по утверждению порядка определения расчета арендной платы находились в компетенции правительства республики. В октябре, воспользовавшись этим правом, правительство вот издало вот это вот печальное, известное 306-е постановление. Совершенно ни с кем не советуюсь, совершенно неожиданно для всех. И последствия, на самом деле, этого постановления были тяжкие. Мы сразу заявили, что будем оспаривать его. Ну, пошли двумя путями. Во-первых, мы, конечно, оспорили в суде, и известно, что в феврале арбитражный суд Республики Карелия признал это постановление незаконным. На самом деле, судебная история, она еще не закончилась. Решение суда вступило в силу, но предусмотрено, в том числе, право обжаловать это решение суда. Правительство использовало это право, и завтра будет заседание конституционной инстанции по этому судебному спору. Но в то же время мы пошли двумя путями, как я сказал, в том числе и была моя законодательная инициатива о внесении изменений в наше законодательство, о принятии закона, которым эти полномочия у правительства просто лишили правительства этих полномочий. И одновременно утвердили на уровне закона, законодательного акта порядок определения арендной платы. То есть вот на сегодняшний день определенным образом есть законодательная гарантия, что 306-е постановление не повторится в будущем. Но что вы предлагаете взамен? Вот Ирина Владимировна, что делают депутаты сейчас? Я бы начала даже с самого начала, вот как вы сказали, кто-нибудь захочет взять кусочек земли. Я хочу, уважаемые телезрители, спросить, а насколько мы сегодня свободны в своем желании? Вот мы захотели взять кусочек земли, что дальше происходит? Нет конкретного, очень четкого механизма, что мы делаем с землей. И, кстати, хочу напомнить, уважаемым телезрителям, вообще земля – это то, чем мы владеем по Конституции. Мы народы, жители Карелии. Поэтому, конечно, вот самое трудное, что сейчас этого механизма нет. И тот законопроект, который принят, у нас нет гарантии, что он начнет работать, потому что прокуратура, она уже дала свою оценку тем поправкам, которые были внесены в этот законопроект. И понятно, что ясности в вопросе на сегодняшний день нет. Александр Сергеевич, ну конкретно, вот какие механизмы предлагаются, если тезисно? Ну, на самом деле, вот Ирина Владимировна сказала об этом. Вот тот законопроект, который мы предлагали, мы предлагали практически все вернуть, то, что было до октября 2012 года. На самом деле, нельзя отказаться от того, что уже предыдущее правительство, предыдущий депутатский корпус, то, что наработали. Надо, наверное, выбирать что-то лучшее и вносить туда. Но сразу отменять – это неправильно. Поэтому мы предлагали сначала вернуться к исходной точке. И между тем, вот тот законопроект, который мы внесли в результате действия, вот Ирина Владимировна сказала, рабочей группы, созданной в правительстве Карелии, он существенно ухудшился. И вот тот законопроект, да, эта ситуация лучше, чем была в октябре 2012 года сегодня, но все равно законопроект сырой. Он, безусловно, нуждается в дальнейшей доработке и существенной доработке. Даже в 306-м постановлении, как бы его не ругать, был разумный посыл. Это борьба с коррупцией, это наполнение бюджетов местных муниципалитетов. Вот что с этим-то делать? С этим делать надо создавать, наверное, законодательные механизмы. Вот знаете, вот в том числе, вот когда правительство говорит о том, что вот давайте бороться с земельными спекулянтами, мной была предложена поправка, в соответствии с которой второй земельный участок, который гражданин получает, он получает по существенно более высокой аренной плате. Так кто же был противником этой поправки, тоже правительство? Вот знаете, какая-то не очень понятная вот такая позиция. То есть, с одной стороны, мы вроде боремся с нарушениями в земельном законодательстве, с другой стороны, ну вот нет, вот этого нам не надо. Наверное, надо создавать какие-то законодательные механизмы, отрабатывать их. Но вот тот посыл, что вот давайте всем увеличим в тысячу раз аренную плату, и это нас защитит от злоупотребления, он совершенно неправильный. Потому что в итоге мы боремся как раз с добросовестными людьми, которые нормально в законном порядке получили земельные участки. Которые за всю свою жизнь вот этот один кусочек себе заработали и обрабатывали. Конечно. Ну, что еще, извини, Алексей, еще хотела добавить. Дело в том, что я совершенно точно знаю, что делается на земельных участках. Например, в Машизире, где у меня родители мужа, сто лет назад получив кусок земли вместе с соседями, вспомните, ваши бабушки и дедушки наверняка, они, получив кусок земли, на котором камни, кусты, лес стоял просто, они его обрабатывали. Они на сегодняшний день из этой земли сделали более не менее плодородную землю. То есть это огромнейший труд. И сейчас говорите этим людям, что цена вашей земли, вот она удорожала, она теперь стоит вот столько-то. Да они всем своим трудом уже вложенным, они на самом деле эту землю уже давно окупили. И меня вообще поражает, как можно с пенсионеров дополнительные какие-то налоги брать, потому что даже давая им определенную скидку, ставя какие-то коэффициенты, то пенсионеры вообще бесплатно должны пользоваться землей. И им спасибо надо сказать, что они туда ездят, на свои эти дачные участки, и решают свои проблемы, потому что действительно пенсии просто не хватает. Алексей, вот вы городской депутат. Да, я как городской депутат хотел сказать, что здесь еще есть одно поле для деятельности, потому что на основе многочисленных обращений горожан, значит, есть простая ситуация. Допустим, выделили участок, прошли все препоны, все, значит, преграды и так далее. Но участок, как правило, получается там, где нет сетей, там, где нет электросетей, там, где нет дорог. Соответственно, когда, как только люди говорят о том, что давайте мы будем делать сами дороги, вот у них такого права, например, нет. И, соответственно, администрация города или сельские власти всячески имеют механизм, скажем, давления на людей. То есть они говорят, не надо брать эту землю, а мы, как депутаты, можем предложить, скажем, исправление этой ситуации в чем. Давайте, если люди получают участок на Кудыкиной горе или там в каком-нибудь болоте, и администрация, например, не может сделать подъезды, дороги и так далее, но участок там есть, то наделить людей правом, скажем, самостоятельно это все делать. Вот сейчас, насколько мне известно, на основе, опять же, этих обращений, они не могут это сделать. Как только они начинают строить, привозить песок, щебень, рубить лес, их сразу надзорные органы штрафуют за то, что они вот этим проявляют такое самоволие. И мы, как депутаты, здесь тоже можем поработать. Знаете, у меня вот есть еще один очень простой вопрос, который наверняка сейчас задают себе каждый телезритель, который смотрит нашу программу. А почему в Карелии такая запредельная цена на участки? Вот цифры же иногда просто с ума сойти. Да, слово коррупция, оно же не подразумевает какие-то мелкие, да, в том числе. Это гораздо все сложнее. Поставив запредельную стоимость, можно при этом совершенно спокойно кому-то землю отдавать совсем по другим историям. Или, например, вот самый последний пример, буквально вчера, сегодня, в Костомукше, кооператив Менников получил участок земли. Но он не может взять ипотеку, потому что какие-то чиновники где-то там запрещают, по их словам запрещают нарезать эту землю, потому что ипотеку можно взять только обладая... Ну что может заложить медик? Он может заложить только ту землю, на которую он собирается построить дом. И вот это вот, какой-то вот такой вал идет проблем, связанный все вокруг земли. Не можем получить, не можем оформить, не можем спокойно размежеваться, спокойно взять, узаконить все это. Это делается специально, потому что... А где вот наше одно окно? Где можно человеку прийти, один раз написать заявление? Даже многодетной маме, многодетной семье, пришел, один раз написал заявление, даже в городе Петрозаводске, и через какое-то время те просто звонят и говорят, приходите, вот ваш участок земли. Мы прекрасно с вами знаем, сколько сегодня было проблем в городе. По получению земли многодетным семьям, то им выделили вот на той самой Кудыкиной горе, то сейчас решается вопрос, нет ни сердивиэтутов, это тех подъездных путей, нет подключения к каким-то сетям водопроводным, либо канализационным, нет электричества. И на сегодняшний день, потом им отвечают сейчас в письменном виде, что нет, до сих пор не проведено межевание, но самим людям нельзя провести межевание, потому что они еще ничего не получили. И в результате вот эта проблема, она пока в зависшем состоянии. При этом губернатор-то уверен, что у нас проблема с многодетными семьями давным-давно решена. Ну вообще вот это показательно, наверное, мне кажется, вы не зря затронули этот вопрос многодетных семей. Мне кажется, вот она, картинка наша, да, действительно, мы их отправляем куда-то на вторую площадку ОТЗ. Сейчас, Мария, в Петрозаводской сейчас неожиданно появилось 160 участков в районе, значит, Древлянки, которые до недавнего времени были забронированы на выставление на аукцион. Но в ходе некоторых определенных действий в политической среде неожиданно за несколько дней до аукциона появились 160 участков, на которых было 300 заявлений. И они, вот многодетные семьи и инвалиды, их получили. Но до этого момента все эти участки были выставлены на аукцион, зарезервированы. Александр Сергеевич, а вот как вы предполагаете, вот этот вот дефицит земли, дефицит участков, он искусственно создан? Абсолютно искусственно. Ну я такую цифру переведу. 98% земли в Карелии находится в государственной собственности. Только 2% у нас более-менее как-то вот в частную собственность распределены. С другой стороны, мы видим же, в каждый год уменьшается население Карелии, люди уезжают отсюда. Люди не заинтересованы жить. Вот земля это, в том числе, один из тех, то, что мы можем людям предложить, и то, что остановить отъезд населения. 98% государственной собственности. От кого? Кому от этого хорошо? Саша, не только уезжают, но еще и умирают, к сожалению. Это земля не работает, она не приносит налоги, не приносит аренду. Я полно согласен с Ириной Владимировичем, надо максимально упростить порядок предоставления земельных участков всем, кто желает предоставлять. Прекрасный опыт соседней Финляндии, да, когда... За евро. Значит, когда Финляндия решила, извини, Саша, когда Финляндия решила, что их восточная часть как-то еще мало населена, они придумали, отдавали участки за 1 евро, условно, то есть нельзя брать вообще бесплатно за евро. Что вы только разрабатывали, да? Только разрабатывали, но при этом, чем хороши финны, что у них ни в коем случае, я, конечно, обожаю нашу Карелию, но почему-то мы до этого никак не дойдем. Они же не просто дают участок земли, сразу туда подведены все необходимые коммуникации для жизнедеятельности человека. И это вот, и это обязанность муниципалитета, и это обязанность государственной власти. Да, я вот хочу продолжить. Человек, который получает землю, он начинает строить дом, да? Это стимул для развития строительной промышленности, это торговля стройматериалами, это уже какой-то стимул для нашей промышленности. Это человек, который построил дом, у него есть стимул рожать детей, заводить крепкую семью, он никуда не уедет, он уже привязан. Это вот одно из то, что вот может дать развитие Карелии. И он же не бросит дом, а значит он патриот. А он будет платить налоги, будет платить, наполнять местные бюджеты, ареной платой той же самой. Ну и заканчивая нашу программу, ну давайте, может быть, что-то посоветуем тем телезрителям, которые, например, в этом году собираются приобрести земельный участок. Возможно ли это сделать сегодня? Да, открываешь газету, и там действительно возможно. И поэтому, на самом деле, я считаю, что и государственной власти надо употребить сегодня политическую волю. Я здесь согласна с правительством, когда он говорит, что надо навести порядок и прекратить коррупцию в земельном деле. Но для этого достаточно просто посмотреть сводки. Наверняка есть цифры, кто сколько, какой земли приобрел и где. Я считаю, что каждый житель республики Карелия имеет право один раз в жизни взять участок земли совершенно бесплатно. Вот над этим мы работаем. Людям пожелать обязательно строиться, потому что дом – это, наверное, самое главное у человека, что есть. Ну что ж, спасибо, что пришли. Я желаю вам успехов в работе над этим законопроектом. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, в нашей студии были депутаты законодательного собрания фракции «Справедливая Россия». На этом на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова